девочки обзор ну красота я не отдам больше всем привет я полтора часа выбирала подсвет на самом деле мне очень много чего надо сделать я буквально не знаю за что хвататься я думаю что я сейчас буду по мере поступления что-то потихонечку делать а там уже посмотрю я три дня, субботу, воскресенье и сегодняшний понедельник я вся была в английском языке и мне кажется из-за того что я решила запихнуть в себя сразу огромное количество информации, у меня начала болеть голова либо может быть это еще погода я не знаю, но в общем днем сегодня я буквально в какой-то момент просто умирала сейчас вроде мне полегче стало под вечер конечно же, потому что сейчас 10 часов вечера по сути надо уже ложиться спать я только начинаю свою деятельность на сегодня мне надо прибраться у хомяка вот как я вам обещала, давайте сейчас быстренько это сделаем как раз потому что там уже немножечко ужас и нужно как-то решить быстро этот вопрос хомчанский эй камера ну это конечно здорово показываешь камеру сколько у нее все плохо вот на этой полочке, на которой она сидит потому что она обожает там кушать выдели за то, что она поможет какая у нее модная извини, я тебя разбудила ну что поделать вылезай давай, иди ням-ням дам ням-ням иди, если хочешь что-то сырое это из-под этого вот это как мамик ну это хорошо что меня предупредила давай эксперимент как у мамикса сколько хомяк семечек сколько в хомяка лезет семечек смотри-ка тут бобер или кто-то давай раскапывай все я сейчас подключу в этом доме на лезет ты оставила ей там еду? ты еду ей оставила? видите? ой это вот все в домике нет почему? то я не успела я не успела я хотела вложить это забыла сейчас мы быстренько забери ее я не знаю правильно так делать или нет но я иногда подкладываю ей немного еды сюда чтобы она как бы этот ну не стрессовала что у нее тут что-то забрали ее как обычно она еще она еще может подняться ты уже на канале показывала что она так делает? к дятям читал носики все еще пытаюсь перестирать все белье и то у меня там еще есть на пару машинок он там по мелочи просто такие цвета которые мешают друг другу вообще никак нельзя поэтому я постирала свой коврик икеевский кстати потопный но хороший я его очень люблю но он у меня просто блин я уже подумала чем это ковриком пахнет? а потом поняла что это не коврик пахнет что? твоя песто всей душой ненавижу сделай байт на коменты кто любит песто я ненавижу песто ну я по крайней мере не пробовала может на вкус это норм но на запах мне вообще не нравится смотрите кто там завился? пупа вот нет лучше места чем вот за колесом так милый господин я прям не могу смотрите колесо кстати наклонено тебе норм там? а? сидит хомячет все запасы свои и поиска нужно притка посадков как не есть это то что что Тут такие, значит, пироги Во-первых, один набросок без головы Второй набросок без головы Завтра мне нужно будет, ну, мы будем делать вот эту постановку По сути, я могу как бы продолжить завтра делать Но, по идее, лучше бы, конечно, начать завтра на формате уже В идеале бы, конечно, я думаю, я сейчас не буду здесь париться и строить Я сейчас просто проскидаю по тонам И, возможно, если у меня будут силы, потому что я не очень хочу, честно говоря, этим заниматься У меня сейчас больше желаний Я просто жёстко утонула в английском языке И пока у меня есть это желание, я пытаюсь им пользоваться Потому что в какой-то момент оно может уйти Поэтому я посмотрю, возможно, на формате начну Наверное, я не буду сегодня, да, начинать Я сейчас быстро закончу эскиз Иначе есть вариант того, что я завтра просто приду в универ И вся моя работа пойдёт на смарку Да, я лучше завтра с преподавателем одобрю это всё Точнее, ну, как сказать, да, обговорю Могиноватый нога Снова-снова сколки Просорван на струне Снова-снова сколки Мороз на макне Я хочу Так хочу Твою любовь Покядь Прошёл в шаг Снова-снова сколки Просорван на струне Снова-снова сколки Мороз на макне Я хочу Так хочу Твою любовь Поддержу Я чувствую Используюсь Водол edge Поддержу 他 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я зашла в Dodo У меня сегодня не очень хорошее настроение Я немножко не в духе Может быть я просто устала После пар я решила зайти куда-то расправиться На самой паре мне было очень тяжело Несколько раз хотела уйти Но понимала, что это как бы не вариант Вот, и в итоге я зашла В Dodo И я сейчас просто смотрю стрим Анастасис Люблю ее, кстати, очень Хочу, думаю, пописать английский как раз Потому что, ну я вообще люблю здесь что-то делать Такое здесь как раз рядом на розетке есть Вот Я как обычно со своим блокнотом Сейчас посижу здесь немного Времени уже, ну, 8 часов И теперь у меня время достаточно темно Сейчас зайду в магазин Мне надо купить, во-первых, коррект Завтра я иду к подружке на день рождения У нас с вечером пара по рисунку Что-то не подсказывает, что я не придумал Даже несмотря на то, что он начинается аж в 6 вечера Вообще, капец, конечно, придумали Пара с 6 до 8 вечера На самом деле мне нравится так больше Потому что я не могу существовать утром и днем вообще Особенно вот сегодня Сейчас я как-то подоживилась Мне сейчас легче стало Нежели мне было, ну, этот Ну, днем Потому что днем мне вообще хотелось умереть, если честно Поэтому я не найду пары с 10 утра А вот такие пары типа с 6 до 8 Для меня вообще самый кайф Потому что я могу не спать до 5 утра И мне норм Я уже в магазине Сейчас мне надо определиться Куда мне надо Срочно, быстро Скоро общага уже закрывает Вся, я нашла корректор Я отвыкла от этих всех штук Потому что я давно этим всем не пользовалась И снова всем приветик Я собираюсь к подруге на день рождения Сейчас уже время движется ближе к вечеру И я сейчас быстренько крашусь, собираюсь И, возможно, у меня даже останется свободное время Но, скорее всего, нет Я сегодня весь день потратила на то, чтобы смонтировать рекламную интеграцию Казалось бы Вот такие вот мелочи на самом деле Забирают очень много времени Потому что я где-то с 10, с 11 утра И до 5 часов Ну, нет До 4 часов Я занималась тем, что, опять-таки, монтировала интеграцию Вчера вечером я записала озвучку для нее Но мне очень нравится то, что я сделала Я еще немножко, почему так задержалась? Потому что я 2 года назад перешла на другую программу монтажа Раньше я работала в Sony Vegas Теперь я работаю в Premiere Pro, Adobe Вообще, в принципе, я сейчас работаю только исключительно в Adobe Потому что это удобно Они все друг с другом коннектятся И, конечно, я до сих пор не все функции знаю программы И некоторые фишки, которые я умела делать в Premiere Ой, в Sony Я не знаю, как делать в Premiere Я понимаю, что это можно как-то делать Но мне просто было лень заниматься тем, чтобы изучить этот вопрос И, в общем, сегодня я этим занялась И, наконец, поняла, как можно проще работать со звуком Потому что со звуком у меня обычно была целая эпопея И вот в течение пару дней я собираюсь Мне надо даже не то, что я собираюсь Мне в любом случае надо выставить новый ролик Хотелось бы придумать что-то интересное Но как это снять в короткие сроки, непонятно Но как-то надо будет Еще сегодня я словила себя на такой мысли, что мне бы хотелось В общем, я недавно подумала о том, что было бы прикольно записаться в спортзал Но вчера я словила себя на мысли, что, может быть, вместо спортзала Лучше мне записаться на какие-нибудь занятия английского языка Потому что, да, конечно, я сейчас буду изучать самостоятельно весь этот вопрос Но все-таки с преподавателем это, конечно, было бы более эффективно И плюс мне бы хотелось иметь человека, с которым я смогла бы пообщаться Потому что у меня есть такой барьер, скажем И мне страшно разговаривать на английском языке Более того, когда я начинаю говорить, я начинаю максимально тупить Я все забываю И, конечно, это все поправляется просто обычной практикой, обычным опытом Можно было бы, конечно, условно найти какого-нибудь интернет-друга С которым я могла бы общаться там на английском Даже если, ну, в письменном, да, варианте Но все-таки хотелось бы с преподавателем Если позаниматься я еще как-то могу дома в общаге То, ну, английским тоже можно как-то самостоятельно заниматься Но все-таки более эффективно было бы с преподавателем Не знаю, насколько я это сделаю или нет Потому что курсы стоят вообще недешево Даже не то, что курсы, а вот рассматриваю Сегодня вспомнила про школу Skyeng Которую везде абсолютно рекламируют Есть несколько вариантов Во-первых, найти блогера, который недавно рекламировал эту школу Потому что, скорее всего, у него есть промокод, который даст мне небольшую скидочку А второй вариант заключается в том, чтобы напроситься на какой-то условно бартер Или что-нибудь такое Потому что даже, ну, у меня не такая большая аудитория Чтобы просить бартер за курсы, которые стоят недешево Вот Но может быть какую-то скидку Я подумаю еще над этим вопросом Очень хочется мне побольше поснимать роликов Именно каких-то типа образовательных туториалов, спидпейнтов По поводу CG Ну вот как ролик, собственно, про использование карт градиента То есть он очень хорошо зашел Меня это очень радует На 100 с лишним тысяч там уже потихоньку он движется к 150 Я вообще в шоке Это самый популярный ролик пока что на моем канале Вот, например, влоговые ролики Хотя я не перестану их снимать Я все равно буду их снимать для души, так сказать В любом случае В общем, я поняла, что можно сделать какой-то контент Который залетит там на 100 плюс тысяч человек Надо просто подумать, что такого можно сделать интересненько Потому что до какого-то определенного времени Мои диджитал ролики вообще нисколько не залетали Но вот этот опыт показал, что все-таки это возможно Еще я очень ностальгируюсь сейчас по маркетам Мне бы хотелось возобновить свою деятельность на них Но я понимаю, что у меня просто нет времени Сейчас начнется работа в анимационной студии И я просто закопаюсь Мне нужно делать новый мерч, печатать Просто на это все нужны финансы Поэтому я понимаю, что нет Я подожду пока что Кстати, да, можете заказать мой мерч Ссылочка будет в описании, в паблике ВК В ближайшее время на маркетах я, скорее всего, не появлюсь Хотя мне бы очень хотелось Но просто я понимаю, что иначе Ну я опять не вывезу все Особенно с моей скоростью рисования Но я думаю, да, что я вот закончу сейчас семестр И летом у меня как раз будет время, чтобы заняться мерчом Плюс у нас не будет на сей раз летней практики, слава тебе Господи Но она как бы вроде... Нет, ей точно не будет Потому что у нас практика сейчас проходит в течение семестра У нас мы будем делать по рисунку С преподавателем по рисунку Отмывку архитектурного объекта Архитектурного элемента Барельефа, рельефа, там, скульптуры какой-то Отмывка это вообще достаточно сложно, трудоемко и долго Поэтому у нас она будет вот как раз в течение семестра С одной стороны, конечно, это дополнительная нагрузка А с другой стороны, зато это освобождает огромное-огромное количество дней летом Потому что вот в прошлом семестре я приехала домой 15-го, не дам соврать, у меня был билет на 15-е Я прям как сейчас помню Потому что у меня тогда произошел конфликт с общежитием Кто помнит, пишите в комментариях И 16-го июля я приехала домой По-хорошему, могли бы приехать на месяц раньше Летних каникул, когда можно было бы отдохнуть И каким-то вот в моем случае своими делами заняться Поэтому я очень рада, что в этом семестре у меня будет такая возможность У меня будет больше времени Так что пока я откладываю мерч И буду, я думаю, что этим заниматься реально летом Я не нашла свою любимую, а ты видела А у тебя какая? Мне кажется, у нас одинаковая Ну, по-моему, я готова У меня есть несколько вариантов сережек Есть вот такие вот Но мне кажется, это слишком праздничный вариант Я в последнее время очень полюбила вот эти серьги Вот прям сразу другой разговор Все, я собираюсь Оцениваем наряд девочки Я сегодня во всем коричью У меня вот такой милый пакетик с копибарами Я, не знаю, покажу вам не покажу В общем, я тут все красиво упаковала И несколько конвертиков я положила Свой мерч немножко Потому что я хотела чем-то дополнить Наверное, это немножечко самонадеянно Как-то, не знаю Но я надеюсь, что будет при этом Потому что там красивенькие значки И наклейки, ну, по мелочам такое положила То, что я считаю хорошими позициями у меня Сейчас хочу еще зайти в магазин И докупить каких-нибудь конфет, шоколадок Ну, что-нибудь такого, чтобы дополнить тоже А вот то, что запаковано у меня Там как раз-таки лампа В виде вот этого котика Я покупала эти наклейки еще несколько лет назад Может быть, помните, я показывала И у меня еще достаточно много осталось Я когда рылась от своих вещах Я решила положить, потому что, мне кажется, это мило Вот такой конвертик Короче, у меня тут все крафтовое Все коричневое Все подсвет Мне нравится Я надеюсь, что она будет рада Да, может быть, не слишком богата, да? Но, тем не менее, зато от души Тем более, сейчас сладости докуплю И подарок будет более каким-то целостным A few moments later Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня сегодня вот такое настроение На самом деле, я собираюсь сегодня снять ролик Я, по крайней мере, надеюсь, что я смогу его, успею сегодня снять Поэтому я решила наклеить реснички Сделать такой макияж Как он? Мне очень нравится Мне пришлось сходить в магазин Купить карту памяти Потому что у меня просто на ноутбуке закончилась память Ее вообще некуда девать У меня заполнен весь гугл диск При том, что там, по-моему, около 100 гигабайт памяти Немного Яндекс.Диск Там 15, по-моему, и огромное количество флешек У меня, по сути, единственная игра скачана Это Genshin В которую я не играю, но я не хочу ее удалять Потому что я тут, получается, когда отдыхала на новогодних праздниках Я вот как раз-таки занималась тем, что я чистила комп люто И это было ужасно ради того, чтобы скачать игру При том, что она весит не так овермного Просто там достаточно много памяти в два раза больше, чем сама игра Нужно для того, чтобы распаковать файлы У меня есть еще The Long Dark Но я ее... я в нее практически не играю Но она весит очень мало, я ее удалять не хочу Тем более, что аккаунта у меня там нет Она скачана далеко не в Симе и все такое Ну и, короче, я просто потеряю весь свой прогресс Не уверена, что я когда-нибудь в эту игру зайду Как минимум, потому что у меня нет времени на это все И думаю, что в Genshin я не скоро зайду Но я все равно удалять не собираюсь Потому что так хотя бы, если вдруг приспичит Я могу чуть-чуть, знаете, там, когда захочется отдохнуть, поиграть Купила флешку на 128 гигабайт Надеюсь, мне хватит В принципе, этого должно хватить Я просто вожу вот так в этих флешках Мне на самом деле нужно купить жесткий диск Просто жесткий диск стоит недешево Пока что я обойдусь без диска Потом как-нибудь Помните, я говорила, что я хотела обклеить свой планшет? Поэтому предлагаю сейчас этим прямо заняться Я сегодня его почистила Как могла Он стал более-менее белым Сзади есть вот такая фигня Это я ручкой поставила буквально несколько дней назад До этого здесь этого не было И меня очень бесят вот эти борты Я не знаю, что с ними делать Но типа я их и так, и сяк И я пыталась очистить их Средством для снятия лака Потому что там есть вроде как, насколько я знаю То ли спирт, то ли ацетон Что должно, возможно, было помочь Но оно не помогло А вот это, это вообще ужас просто Вот это прямо очень грязное Но по идее эту часть всегда не видно То есть я открываю, закрываю и все Она лежит вот так у меня на столе Я особо никогда на эту часть не обращаю внимания Опять-таки, почему я не могу просто купить себе новый чехол? Вдруг кто-то об этом подумает У меня нет денег на все Поэтому я буду этот чехол носить Пока в нем дыры не появятся На самом деле нет Но я пока не хочу покупать Я специально хотела белый, потому что у меня полтора года стоял черный чехол И мне это вот так надоело У меня черный ноутбук Черная лампа Черные колонки Черная мышка Черный коврик Все черное Я хотела чего-то посветлее Поэтому я знала, что он будет пачкаться Это было понятно Но вот он у меня так сильно запачкался Когда я на практике делала Вот тогда Ночью жестко ультовала И рисовала работу углем Поэтому у меня тогда не только пол запачкался У меня запачкалось все В том числе чехол Потому что на нем была фотография Точнее на планшете была фотография постановки Ну и в общем, как вы поняли Он очень сильно пострадал Особенно вот эта часть Потому что она замшевая Ее никак не отстираешь Ну, ничего страшного Завтра 23 февраля У нас завтра выходной Слава богу Поэтому я сегодня-завтра могу Отдаться вся монтажу И... Ну да, в принципе, все Монтажу и производству Нового ролика И, возможно, этот тоже ролик смонтирую Поэтому Всех мальчиков С наступающим 23-м Мальчиков, мужчин Военнослужащих С наступающим Для вас, наверное, уже с наступившим Не знаю, когда я публикую этот ролик Возможно, и с прошедшим Но, тем не менее, всех с праздником Господи, эта чашка великолепная Я так обожаю Босс Молокосос У меня не так много фильмов И мультфильмов Которые я бы хотела пересмотреть Но Босс Молокосос Это тот мультик Который я бы с удовольствием Пересмотрела Именно первая часть Вторая часть мне не очень понравилась Первый вообще класс У меня не так много наклеек В принципе А, у меня же еще есть И причем много У меня раньше был такой прикол Что когда я покупала какую-то канцелярию Мне кажется, у каждого Такое обязательно было Сто процентов Из-за того, что она была Красивая Мне было ее жалко использовать И она могла у меня лежать годами Ну да, месяцами Это, наверное, из-за того, что в моей семье Не было достаточно денег, чтобы Здрасте, что за бананами пахнет? Так вкусно Я не покупала бананы А? Я не покупала бананы А, это с луками пахнет Ага Я только что не знаю Это, наверное, было из-за того, что у нас В нашей семье не было достаточно финансов Чтобы позволить себе некоторые вещи И, соответственно, когда я покупала Какую-то новую вещь Новые канцтовары Я понимала, что Возможно Ну, не настолько плохая ситуация была Нет Но просто, мне кажется Если бы, наверное, в семье Было бы больше финансов Наверное, такого прикола бы не было Хотя я не уверена Потому что я знаю, что Очень многие с таким сталкивались Но вот, когда я подросла Я поняла, что Это такая фигня, на самом деле Покупать и жалеть И не использовать Поэтому сейчас Мне вообще не жалко Я, кстати, эти наклейки купила на маркете Причем, вот эти все три пак У одной художницы Я ставлю на экране никнейм Да, он тут есть И что? Ну, может, ей так нравится Она прям это только вот стала Типа, вот там фановщики Какое-то ограниченное количество фанов нарисовали А потом мне режиссер такой Фото нарисуй там Ну ты же можешь там Или еще что-то Она такая В смысле, блядь? Это фановщикам деньги платят А я должна нарисовывать там еще что-то И мне могут еще нарисовать фаны Мы что, краску экономим? В диджитале? Это типа панчлайн У нее был такой Да, да, я поняла Я вот эту наклейку хочу У меня есть деньги, а у тебя нет У меня тоже нет денег Но я хочу эту наклейку Я думаю, ты буквально мне говоришь И тебе тоже У меня есть деньги Я тебе показывала уже, по-моему На самом деле ты у меня ассоциируешься Не здесь ни почему Вот этот образ, я работаю для души Я хочу прям максимально агрессивный чехол сделать Какой-то чем новый чехол купила? Нет, это старый Я просто хотела, хочу его заклеить У меня, конечно, есть вот такие красивые Невероятные наклейки Но вот эти наклейки мне жалко Именно на этот фроншен Я вроде показывала Они блестящие Кстати, тут вроде, я не знаю Видно, не видно Они еще очень плотные В отличие вот этих Видите, как клееночка такие Видно, что как бы дешевая печать Но просто у меня фроншен Чехол он очень хороший Я понимаю, что я его могу рано или поздно Вообще выкинуть И мне бы не хотелось Хотя это выглядит, конечно, очень красиво Как будто бы, да Но мне жалко Я поняла, что это такая фигня, на самом деле Покупать и жалеть, и не использовать Все-таки я оставлю их на что-то более ценное Потом куплю нормальный чехол, который может не будет так пачкаться На черный, наверное, было бы прикольно Или на какой-нибудь розовый На розовый было бы классно, наверное Хотя розовый тоже так же пачкаться будет Блин, вот вы на самом деле как считаете? Вот есть стикер-пак На обычной, стандартной Полу-глянцевой самоклейке Это что-то такое, да Вроде бы Хотя, наверное, это больше глянец Но как будто бы это полу-глянец Но ближе к глянцу Ну, не важно Обычно стандартная бумага для печати И она без резки Но у художницы было Очень много стикер-паков различных И там был прям такой, знаете, как фотоальбом Под, получается, ну, под такой формат наклеек Это даже не знаю Это можно назвать фотоальбомом Такое ощущение, что это был фотоальбом В который были вставлены просто разные виды стикер-паков И ты просто подходишь, его листаешь И достаешь, что тебе надо И там различное-различное количество Всяких фандомных штук В основном фандомных, как мне показалось Ну, вообще, можете зайти, посмотреть И, наверное, мне кажется Я не заходила Или я вроде состою в ее паблике Но я как-то не слежу Но, может быть, там есть раздел с товарами Или карта мерча Где это можно посмотреть И мне тогда очень этот формат понравился Я сейчас вырезаю И понимаю, что они сделаны так немножечко небрежно То есть Тут такой контур лайн Как будто бы немножечко в скетчевом варианте И это сделано прям быстро Но это выглядит так хорошо И при этом, да, оно без резки Но мне, в принципе, не так как бы принципиально вырезать И всегда наклейки без резки стоят дешевле, чем с резкой Поэтому для кого-то это плюс Для кого-то минус Потому что таким образом Опять-таки наклейки стоят дешевле Не у всех есть Так сказать, не то, что много денег Просто, в принципе, когда ребята приходят на маркет Тратят достаточно много И, конечно, чем товар дешевле стоит Тем им лучше Но при этом некоторые не любят наклейки без резки Потому что это проблема Это надо вот сидеть, вырезать А когда они срезка, конечно, это гораздо удобнее Взял быстренько, оторвал, приклеил, все Я вот сейчас вырезаю И понимаю, что, блин, а Зачем я парюсь вообще? С одной стороны, хочется, чтобы качественный мерч был Как вот мой один из последних стикер-паков Который сделан в типографии Я его печатала не на своем принтере Потому что на своем принтере я как раз-таки могу сделать Наклейки по типу таких На недорогой бумаге Потому что дизайнерскую найти вот так вот Небольшим набором просто нереально Это во-первых Во-вторых, резку, конечно же, на принтере не сделаешь Но при этом, если наклейки классные Именно картинка сама То я куплю даже если там не будет резки В любом случае И я вот сейчас сижу и думаю А в чем проблема Просто наделать разных фандомных стикеров Вот в таком скетчевом варианте Это же прикольно Потому что я что-то парюсь Пытаюсь все вылизать Красиво расположить Потому что как бы это еще странно Для некоторых Возможно, не звучало бы Все-таки многие приходят на маркеты Да, с целью заработать деньги Кто-то для души Я скорее ходила для души Потому что я, можно сказать Там ничего не зарабатывала Я зарабатывала примерно столько Сколько я тратила Это даже при том, что Типа я печатаю на своем принтере То есть тратила на Такие вещи, которые я делала В типографии по типу Пластиковых закладок Различного акрила Плюс, так как я участвовала Вот только начала, можно сказать Что-то в пяти маркетах, по-моему Я поучаствовала Скатерть, да, ткань Вот это все Примочки, решетки Вот это все Короче, все вот на это То, что я тратила Я столько примерно и зарабатывала Но все-таки Маркет это про то, что Это какой-то бизнес Потому что у кого-то Кто-то работает на фрилансе Допустим, единственный Его способ заработать Это заказы и мерч Все И, конечно, они стремятся к тому Чтобы заработать как можно больше За один маркет А не так, что Что-то потратил, то и заработал И поэтому я вот думаю Как ускорить процесс Я пока не хочу Участвовать в маркетах Потому что я понимаю Что у меня старый ассортимент Это, во-первых Во-вторых Я, во-первых, в принципе Да, не настолько популярна Чтобы у меня Очень интенсивно покупали товары А во-вторых В принципе У меня очень мало фандомов Каких-то Стиль не такой Супер выраженный И, в принципе Ассортимент достаточно Небольшой Достаточно маленький Поэтому я не вижу смысла Пока подавать заявки Да, вот еще заявка Определенных денег стоит Пока я не добавлю Какие-то позиции Новые И причем не одну, две А, ну, 10, 15 Ну, вот так Ну, я думаю, что, может быть В течение учебного семестра Я что-то сделаю Но в маркетах Участвовать, наверное, не успею Что буду доделывать Как вот я и говорила Летом Я просто сейчас вырезаю наклейки Вот как-то об этом думаю Может, у меня еще что-то Пусть Ну, хочешь что-нибудь Что-то, наверное, есть Вот, эту наклеечку Мне, кстати, кто-то Из подписчиц дарил Если ты смотришь, спасибо Это я, кстати, на своем Паринтере печатала Но это не мои наклейки Это с Пинтерс А, у меня же еще есть И мои, я забыла Реально, есть еще И причем новые Всяких разных Жабы, капец Такие Класс Это Полина Граф Вот у этих классная бумага Но эти тоже У нее все безрезки Просто грибы Но грибы я не хочу У меня были, по-моему, еще жабы Да, которых у меня уже нет Вот эти наклейки у меня были На прошлом планшете Это одна из них Которая осталась Которая не вместилась Да Ну, ну, каркан Я специально вырезала наклейки Посередине Чтобы лучше мог сгибаться Нормально Вот Как будто и чехол новый Хотя старый Главное его не открывать Потому что там, конечно Ну, 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 да Лучше не открывать Так норм Вообще класс Мне нравится Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому